Казалось бы, сериал по вселенной Средиземья. Это то, чего мы все должны ждать с необыкновенным трепетом и мыслями. Вот бы поскорее. Но стоит ли? Именно об этом я и хочу с вами сегодня поговорить. Но прежде чем мы начнем, я обязан вас приветствовать в уютных стенах нашей таверны. Все, кто заглянул к нам, предлагаю вам рухнуть поудобнее на кресло, закурить трубку с отличным хобби чем таваком и провести отличное время в хорошей компании. Но вернемся же к сути нашего разговора. Буквально несколько дней назад я и сам думал о том, что ну какой сериал я могу ждать с большим трепетом, чем сериал по Средиземью, у которого, черт возьми, еще даже и названия-то нет. Ну какой какой? Ну может быть Ведьмак? Ну на худой конец новый сезон Игры Престолов. Не, думал я, конечно же сериал по Средиземью. Сериал мне подавай, да еще пошустрее, да еще побольше, да еще пусть мне его лично Гэндальф на телевизоре включат. И вот думая об этом и о том, в каком положении будет мое тело во время просмотра первой серии. А прошу заметить, вероятнее всего положение это будет неестественное для представителей человеческой расы. Меня посетил ряд довольно тревожных мыслей, которыми с вами я сегодня и хочу поделиться. И дабы было это не слишком суммурно, попробую излагать это кратко, тезисно и по пунктам. Итак, во-первых, нынешние тренды со всякими меньшинствами, расовой принадлежностью и всего подобного. Да, мы уже видели в экранизации Питера Джексон Хоббит темнокожих жителей Дэйва. Что? Ты не заметил или не заметила? Да я не удивлен. Ведь на момент выхода этой трилогии мир еще не сходил с ума от истерии, наводнившей все возможные ответвления массовой культуры, такие как кино, книги, игры, сериалы и музыка. Но в сегодняшний день, на мой скромный взгляд пьяницы за барной стойкой, мир сошел с ума. Если бы я взялся приводить примеры, то этот выпуск пришлось бы растянуть часов так на 25. И думаю, к концу его я бы уже сам начал считать себя темнокожим трансгендером азиатских кровей. Потому данные детали мы опустим и перейдем к сути. Есть ли хоть малейшая надежда на то, что в долгожданном сериале мы обойдемся без темнокожих эльфов, о которых долго ходили слухи? Без мужеложеских кадров потомков Дурина, азиатов, живущих в конюшнях Рохана, гондорских воинов среднего пола. Учитывая с какими темпами мировая истерия так называемой толерантности накрывает нашу планету, то финальный проект, каким я его описал вам несколько секунд назад, именно таким и окажется на наших экранах. А это, извините меня, но уже совсем не Средиземья. Это не то, что не канон, это... 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 это то, что нельзя произносить вслух. Молюсь всем богам, чтобы хотя бы этот сериал миновала такая вот участь. Ну да, отправимся дальше. Мы уже как-то давненько делали выпуск, разбирая теории того, на чем будет основан сюжет сериала. И с тех пор ничего не изменилось. Сюжет так и остается тайной под семью печатем. Бедным сценаристам не дают увидеть белый свет. Они сидят в заперти под охраной, и день и ночь потеют над сценарием. И боюсь я как бы вот весь вот этот вот их труд, с тоннами страниц писанины, не вылился в историю, от которой мы будем плеваться. И на каждой минуте серии визжать в истерике. Да как они могли так исковеркать историю Средиземья? Да это же ведь не канон! Да что за бред! Ведь было совсем не так! Примерно в похожей ситуации мы были, когда вели пару выпусков назад, с вами речь о каноничности сюжетов игр Средиземья Тени Мордора и Средиземья Тени Войны. Да, многие писали в комментариях что-то наподобие того, что авторы игр и не говорили, что это канон, или что авторы и сами сказали, что их игры не следуют канону вселенной. Ну ладно, хорошо. Только вот сможете ли вы мне ответить тогда, если эти игры не имеют никакого отношения к каноничной части вселенной профессора? То какого лешего в их названии фигурирует слово Средиземья? Ага. Так вот, я собственно очень опасаюсь того, чтоб не произошло чего-то похожего и с сериалом. Но совсем мне не хочется смотреть про то, как и Сильдур и Хельм Молоторуки, став назгулами, тусуются на орочих вечеринках, в клубах с радужными флажками на просторах Мордора. Не хочу я увидеть в сериале Паучих у Шеллоб в гуманоидном облике, совращающую гондорских разведчиков. Ух, да. Как-то сплелись воедино первый и второй пункт этого подкаста. И картинка вырисовывается, ну как-то уж чересчур мерзкая. И дабы, чтоб сердечко мое старое и хрупкое совсем без свежей порции Элли не остановилось, я перейду к следующему пункту, который воспринимается мной полегче, ведь он связан с картинкой. Я очень боюсь, что масштабы и насыщенность событиями будут уж слишком сильно не дотягивать до той планки, которую задал Питер Джексон своими экранизациями произведений Профессора. Да, я согласен. В той же самой Игре Престолов масштабные батальные сцены выглядят отлично, сочно, кроваво и эпично. Но мы-то ведь сериал про Средиземье смотреть будем. Мир Толкина – это великий, героический эпос, в котором, на мой взгляд, не место расчлененки и прочей жести. Питер Джексон сумел для нас это снять именно так, без лишней крови, но в то же время передать весь ужас и жестокость темного властелина и его слуг. Как бы ни скатились в жестокость и грязь потуги режиссеров угнаться за картинкой Игры Престолов и грядущего сериала по Ведьмаку, которым, в принципе-то, свойственны эти атрибуты. А уж извините, на ту же Игру Престолов я не могу смотреть с ребенком, по понятным причинам, в отличие от той же трилогии Хоббита. В конце концов, этот мир не про жестоких злодеев, а про героев, которые им противостоят. Также к пункту так называемой картинки я бы отнес и такое дело, как компьютерная графика. Даже в Хоббите мне показалось ее как-то многовато. В отличие от той же трилогии Властелин колец, которая выглядела, на мой не всегда трезвый взгляд, более живой, натуральной и более приятной для восприятия. Сейчас же с развитием технологий, анимацией и прочей ерунды, спецэффекты начали пихать где нужно и где не нужно, да в таких объемах, что скоро тошнить хромакеем будет. Взглянуть хоть на нынешние потуги компании Дисней. Книга джунглей, Дамба, Король Лев, всю эту классическую мультипликацию сейчас переснимают на диснеевском конвейере и придают ей так называемый современный вид. И возможно я прозвучу сейчас как жуткий старпер, но лучше бы они этого не делали. Ну в конце концов это выглядит даже немного жутко. Вот только взгляните на этого вот Дамба, который смотрит вам прямо в душу своими стеклянными глазами. Господи, аж дрожь берет. Потому я мечтаю о том, чтоб сериал делался по принципу «Властелина колец». Максимум натуральных съемок, минимум павильонных на зеленом экране, максимум грима и костюмов, как в «Властелине колец», и минимум цифровых моделек, как в «Хоббите». И вот на этом я, пожалуй, остановлюсь сегодня. Как вам был такой выпуск? По сути, это был своего рода такой вот самый атмосферный лично для меня. Ведь сейчас я с вами просто общался, высказывая свои мысли, словно мы действительно просто в таверне сидим да болтаем. Мне лично понравилось, но главное, чтоб понравилось вам. Ведь тогда это будет означать, что вы поддержите этот выпуск своей звонкой монетой, на которой нарисован пальчик вверх. Я услышу этот звон и буду почаще готовить вот такие разговорные ролики. Делать мне это было интересно и потому хотелось бы еще. Ну а уж если вы совсем досмотрели до конца, то пишите в комментарии, как вам такой вот формат выпусков. А если лень, то можете просто написать «Я в таверне до закрытия». Так я пойму, что ты самый отчаянный храбрец, который смотрит мои выпуски до конца и буду уверен в том, что ты самый почетный гость в этих стенах. Ну а на этом же все. Не смею вас больше задерживать в ваших странствиях и свершении подвигов. До встречи в стенах этой славной таверны. Музыка. 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 Музыка.